Всем добрый день, давайте будем начинать. Надеюсь, что у всех сессия прошла хорошо и все готовы к бою. Но мы уже на финишной прямой, можно сказать. Так, начнем с небольшой организационной информации. Напоминаю, что у нас 21 апреля будет контрольная работа. Соответственно, это через две недели. Поэтому на следующей неделе мы сделаем так. Вообще, семинар на следующей неделе изначально планировался как консультация к контрольной работе. Но не знаю, как получится. Посмотрим. Возможно, там будет небольшое смешение с темой по деревьям. Не знаю, посмотрим. В любом случае, поступим так. На следующей неделе я буду оставаться в Zoom после семинара до 4 часов дня. То есть в 13.00 у нас начнется семинар. Там он закончится в 14.20 или около того. И потом до 4 часов я буду находиться в Zoom. И, соответственно, в любое время до 4 часов можете подключиться или вообще не уходить. И задать вопросы по любой теме, которая будет на контрольной. Вот. Так что, если у вас есть вопросы, готовьте их к следующей неделе. Мы обсудим вот в этом промежутке до 4 часов дня. Есть ли какие-нибудь вопросы на данный момент? Можно, пожалуйста, такой организационный вопрос. В каком формате будет проходить контрольная? То есть какого характера задания ждать? Ох, это я пока не могу сказать. Это мы обсудим и выложим в ближайшее время. Хорошо. Домоверсия будет какая-нибудь? Кто будет? Домоверсия. Ну, как были тесты. Да-да, понимаю. Вообще хорошо бы, но тоже пока не знаю. Но я думаю, мы постараемся что-нибудь сделать. Чтобы было примерно понятно, на что ориентироваться. Конечно, спасибо. Так, ну хорошо. Давайте уже будем начинать. Сегодня у нас такой очень... Даже не знаю, как его описать семинар. Мы будем скорее только разговаривать и ничего не будем программировать. И в конце посмотрим, как работать с кеглом. Потому что, насколько я знаю, у нас планируются соревнования на кегле. И поэтому вам нужно уметь с ним работать. Но основная тема – это мультиклассовая классификация и калибровка вероятностей. Так. Нормально? Видно экран, да? Да. Значит, начинаем с мультиклассовой классификации. Вообще, все методы, которые мы обсуждали до этого, они были применимы... Ну, не то, что его применимы, они были использованы нами в контексте бинарной классификации. Когда у нас есть всего два класса, закодированные как минус 1 и 1, либо как 0 и K1. Ну и вот там KNN, логистическая регрессия или SVM использовались для решения такой задачи бинарной классификации. Но, конечно, в реальной жизни бинарная классификация – не единственный тип задачи классификации. И мы нередко хотим классифицировать больше, чем два класса. Вот такой стандартный пример. На каком-то семинаре мы работали с набором данных digits, или MNIST, где содержатся рукописные цифры. И нужно, соответственно, определить класс, к которому относится конкретная цифра. Вот, соответственно, цифра у нас всего 10, от 0 до 9. И это явный пример задачи мультиклассовой классификации. Нам нужно определить один из десяти классов. Вот. Ну, давайте ответим на вопросы. Какие из пройденных методов не требуют адаптации для мультиклассовой задачи? То есть, какие можно просто взять и попросить предсказать больше, чем два класса, и они с успехом справятся. КНН. Ну да, КНН. Потому что, собственно, он работает на таком… Так как он работает без оптимизации, то ничего менять и не нужно. Если ближайшие соседи относятся к какому-то из N-классов, то он вполне себя хорошо определит этот класс. А какие методы покажут себя плохо? Линейный классификатор. Ну да, все, что относится… Собственно, все, что не КНН и все, что содержит оптимизацию. Ну, то есть, из тех, которые прошли мы, это SVM, логистическая регрессия, ну и какие-то другие линейные классификаторы, основанные на каких-то других функциях потерь. Потому что их функции потерь построены так, чтобы классифицировать бинарный случай. Вот если вы помните, когда мы говорили про логистическую регрессию, там мы упоминали про правдоподобие, и правдоподобие там выводится из предположения о том, что у у нас случайные величины вернули с двумя значениями. Соответственно, логит для задачи небинарной классификации в той постановке, которую мы смотрели, не подойдет. Просто по построению функции потерь. Ну и то же самое относится к другим методам. Ну, соответственно, эти методы, которые работают плохо и требуют адаптации. И сегодня мы посмотрим, как это сделать. Ну, давайте посмотрим, как это можно сделать с логистической регрессией. Здесь есть два таких принципиальных подхода. Первый подход – это давайте будем просто решать n задач бинарной классификации. То есть отступим от задачи многоклассовой классификации, будем решать просто n задач бинарной классификации. Решать их можно двумя способами. Так называемым one versus all и one versus one. One versus all – идея проста. Вы просто классифицируете каждый класс против всех остальных. То есть если у вас там, например, есть 10 классов, вы берете один, строите логистическую регрессию на этот класс против всех остальных. То есть кодируете наш класс, например, единичками, все остальные – ноликами, ну и строите логистическую регрессию на этой выборке. И так же поступаете для каждого класса. В итоге у вас получается много решающих поверхностей, ну и дальше по какому-то правилу вы их объединяете в единую решающую поверхность. Там, например, каким-нибудь взвешиванием. Второй тип – это решить задачи one versus one. То есть когда вы классифицируете каждый класс против каждого другого класса, в итоге у вас получается значительно более большое количество решающих поверхностей, ну и потом вы их тоже каким-то образом объединяете. Это первый подход. Значит, ничего не менять в функциях потерь, просто решить много задач бинарной классификации. Второй способ – это давайте попробуем адаптировать функцию потерь к тому, чтобы решать задачу многоклассовой классификации. То есть поменяем нашу модель, изменим функцию потерь так, чтобы она была применима для решения задачи небинарной классификации. Ну и в логистической регрессии это изменение происходит достаточно просто. Мы просто переходим от распределения Бернули к мультиномиальному распределению, и на функции потерь это отражается так, что она просто превращается в сумму вот таких вот величин. p и t на логарифм q и t. В бинарной логистической регрессии у нас там было p log p плюс 1 минус p на log 1 минус p, а здесь это обобщается до p на log q, где p – это истинная вероятность принадлежности к и тому классу, а q – это предсказанная вероятность принадлежности к и тому классу. То есть обобщение выглядит естественным образом, просто от двух классов в этой сумме перешли к n-классам в этой сумме. Ну и такой лосс называется мультиномиальным. Это второй подход – поменять лосс. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Да, тут нет какого-то универсального правила, что когда-то нужно использовать один метод, когда-то нужно использовать другой метод. Здесь, если у вас есть время и возможность, нужно просто попробовать оба метода и посмотреть, какой из них дает большее качество. На разных задачах по-разному. Так, посмотрим, как эти методы работают. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть, да, стандартный пример из эскалерна. То есть вот эта картинка, она пришла сюда из туториала эскалерна как раз по мультиномиальной регрессии и по логистической регрессии задачам многоклассовой классификации. И она мне не очень нравится. Чуть позже объясню, почему. Давайте посмотрим, что здесь происходит вообще. У нас генерируется выборка из… Как это по-русски. Ну, в общем, из таких пятен точек в эскалерне этот набор данных называется blobs. То есть генерируются такие пятна точек. Вот такое, такое и вот такое. Вот. И с этим набором данных мы работаем. И, соответственно, нам нужно классифицировать каждую точку к правильному пятну. Ну и дальше стандартный pipeline. Мы обучаем мультиномиальную регрессию и регрессию one versus all. В эскалерне для того, чтобы обучить мультиномиальную регрессию, нам нужно указать в параметре multiclass класса Logistic Regression multinomial. Для того, чтобы обучить one versus all, нужно указать параметр OVR. Ну, в эскалерне это называется one versus rest, но более распространенное название one versus all. Вот, соответственно, здесь мы обучим мультиномиальную регрессию, сделаем предсказания, ну и построим их на графике. Затем обучим регрессию one versus all, сделаем предсказания, построим на графике. Ну и дальше здесь такой более-менее стандартный код для построения решающих поверхностей наших классификаторов. Можете подробно его посмотреть потом. Полученные результаты изображены вот здесь. Значит, это когда мы строили мультиномиальную регрессию, еще раз с изменением функции по теть. Это когда мы строили one versus all регрессию, то есть когда мы построили логистическую регрессию каждого класса против всех остальных и затем объединили решающие поверхности. Ну, мы видим, что решающие поверхности различаются. Собственно, понятно почему. Потому что, по сути, теперь это две практически разные задачи. У них общее только название, но математическая суть у них совершенно различна, потому что функции потерь различны. Поэтому получаются разные решающие поверхности. Почему мне не нравятся эти картинки? Потому что они очень неочевидны. Значит, вот эти вот пунктирные линии, если почитать вот тот туториал из Калерна, то это решающие проекции решающих прямых наших классификаторов. А области – это, соответственно, финальные решающие области классификаторов. Но проблема в том, что вот эти вот… Не, неправильно я сказал, неправильно. Вот эти вот пунктирные линии – это решающие поверхности one versus all классификатора. Да, да, вот тут в комментарии это даже прописано, что вот эти пунктирные линии – это решающие линии one versus all классификатора. То есть получается, что на втором графике у нас есть финальные решающие поверхности one versus all классификатора и решающие прямые в задачах классификации каждого класса против всех остальных. Вот. Значит, еще раз. Вот закрашенные участки – это финальные решающие поверхности. Вот здесь мультиномиального классификатора, здесь one versus all классификатора, а пунктирные линии – это решающие поверхности в задачах классификации каждого класса против всех остальных. То есть здесь мы синий линии классифицируем против этих двух, желтой линии классифицируем против этих двух и красной линии классифицируем против этих двух, но не совсем удачно. Но и здесь то же самое. Значит, это не очевидно, потому что на рисунках они выглядят по-разному. Интуитивно кажется, что если это просто линии в решении задачи каждого против всех остальных, они должны на обоих рисунках совпадать, но в Ascaler не их строят почему-то по оцененным коэффициентам для данной регрессии, то есть не запускают каждый раз one versus all регрессию, не запускают каждый раз n регрессии каждого против каждого, в этом случае они бы совпадали, а строят их по коэффициентам каждой конкретной регрессии, ну то есть здесь сначала считают коэффициенты мультинамиальной регрессии, потом строят эти линии, считают коэффициенты one versus all регрессии и строят эти линии. Это немножко странно, но так они делают. Ладно, будем считаться с этим. Ну мы видим, что мы видим, что вот особенно на втором рисунке видно, что по сути итоговая решающая граница one versus all классификатора, она является таким взвешенным средним между границами отдельных классификаторов каждого класса против всех остальных. А тут это хорошо наблюдается. Здесь это не так видно, но в каком-то смысле это тоже так. Так, ну и дальше можно, наверное, визуально и по метрикам оценить качество. У нас получилось, что one versus all регрессия дает более хорошее качество, но это просто в данном конкретном примере. Если бы у нас была какая-нибудь другая задача, вполне могло получиться, что мультинамиальная логистическая регрессия давала бы более хорошее качество. То есть уместно попробовать и тот, и тот метод и посмотреть, что даст лучше. Нормально, понятно, что здесь произошло. Или что-то еще нужно пояснить. Так, ну хорошо, хорошо. В общем, основная идея, которую отсюда нужно вынести, такая, что решающие поверхности получаются разные, ну, собственно, потому что разные функции потерь оптимизируются. Здесь решается n задач, здесь решается одна задача. И какой метод даст лучшее качество, непонятно, нужно пробовать оба. Это такой финальный вывод из этих графиков. Дальше нам предлагают посмотреть, как работает мультиклассовая классификация на текстах. Значит, мы рассматриваем мультикласс-классификацию на наборе данных от Stack Overflow. Сейчас, да-да-да, это набор данных, который содержит вопросы, и нужно классифицировать, к какой теме на Stack Overflow относится данный вопрос. Ну, вот здесь сказано язык программирования по посту, но это, насколько я помню, не совсем правильно. Да, здесь могут быть не только языки программирования, но и, в общем и целом, темы. Там, наверное, ниже мы это увидим. Так. Ну, здесь, собственно, что происходит. Здесь загружается набор данных. Мы смотрим на него. Вот посты. Вот теги. Нам нужно классифицировать пост. Тег по посту. Так. Обработка здесь происходит при помощи библиотеки BeautifulSoup. Мы ее не обсуждали, но это такая достаточно продвинутая библиотека для парсинга HTML и XML файлов. Она лежит немножко за пределами нашего курса, но кому интересно, парсинг удобно проводить при помощи этой библиотеки. Здесь датасайт очищается, то есть убираются все... Кто это? Получаются все скобочки. Как они по-русски называются? Curly brackets, в общем. В общем, значки add, очищаются цифры, удаляются стоп-слова из английского языка. Вот. В общем, проходится стандартное очищение текста, о котором мы говорили в прошлый раз. Ну, кстати, дальше мы, наверное, увидим, что это не совсем хорошо, особенно вот это вот. Но посмотрим, почему. Почему не хорошо очищать вот эти вот знаки в данном случае. Дальше набор данных делится на трейн и тест, как обычно. и, соответственно, мы создаем пайплайн. Делаем каунт векторайзер для наших данных. Затем преобразуем при помощи TF-IDF и запускаем логистическую регрессию. Ну да, по сути, мы делаем просто back-of-words. Затем навешиваем на него TF-IDF веса, как мы говорили в прошлый раз, и потом по ним запускаем логистическую регрессию. В принципе, почему бы и нет. Так, и, соответственно, обучаем мы предсказываем на тесте. Если мы запустим теперь Classification Report, то увидим следующие результаты. Да, кажется, в прошлый раз мы не обсуждали, что значит эти числа. Вот Precision, Recall и F-score для каждого класса это Precision, Recall и F-score в решении задачи классификации этого класса против всех остальных. Ну, то есть, по сути, здесь результаты для задачи one versus all. Support – это количество меток данного класса в Y true, то есть в истинном значении Y. Ну, то есть, вот в истинных Y у нас 564 значения тега net, 582 значения тега android и так далее, и так далее. Вот, и внизу пишутся это взвешенные средние по метрикам, а с какими весами их взвешивают, нужно посмотреть документации, там сложные формулы, нужно смотреть документацию. Ну, в общем, это взвешенные средние по метрикам. Ну, давайте посмотрим, какие теги у нас предсказываются хорошо, а какие нехорошо. Ну, видим, что наш любимый питончик предсказывается весьма и весьма хорошо. Да, у него Precision 0.9, Recall тоже 0.9, F-score 0.9, все хорошо. Для андроида. Вопросы по андроиду неплохо предсказываются. Для Angular JavaScript предсказывается неплохо. Тоже 0.99, Precision 0.96, F-1, Score. Но вот, кстати, Angular JavaScript это не язык, это библиотека для JavaScript. Ну, и, собственно, Android это тоже явно не язык, как iPhone. Поэтому здесь теги не только по языкам программирования, но и в целом теги технических постов на Stack Overflow. Angular, типа запросы по Angular JavaScript настолько специфичны, что их довольно просто предсказать? Наверное. Я с ним не работал, поэтому не знаю. Есть ли там какой-то специфический синтаксис, но подозреваю, что нет. Думаю, что все-таки там какие-то специфические вопросы. Да, это я имел в виду, что там они как-то особо выйдем, поэтому еще легко предсказать. Да, возможно, там что-то ломается, какой-то уникальной области, где ничего не ломается в других языках, поэтому его легко отделить от других. Зато мы видим, что языки, в которых вместо позиционного синтаксиса, как в питоне, ну, то есть основанного на тапах и пробелах, используются фигурные скобочки типа C, C++, Objective-C, Java, в них всех для отделения функций и классов используются фигурные скобочки, они классифицируются плохо и между собой путаются. Ну, с одной стороны, это потому что у них более или менее похож синтаксис, а с другой стороны, потому что мы удалили все фигурные скобочки выше. И из-за этого классификация проходит не так эффективно, как могла бы проходить. Вот. Поэтому здесь нужно быть аккуратным с обработкой. А еще вопрос. А у тебя вообще разница между запросами для iOS и iPhone? Ну, возможно, iPhone это все, что касается софта плюс железа. А iOS только по iOS. Мне кажется, что вот здесь эти проблемы престижны, что тут могут быть два запроса как-то мешать друг другу. Поэтому так плохо. Предсказы, кстати, хуже всего по выборке. Да, кстати, это возможный вариант. Да, потому что сложно разделить. Согласен. Так. Что тут еще интересного есть? Ну, вроде как, все. Ну, вот еще Ruby on Rails. Я не знаю, что это такое, но он тоже хорошо предсказывается. Видимо, у него либо специфический синтаксис, либо специфические вопросы. Так. Дальше. Значит, это мы работали с логистической регрессией на наших текстах. Теперь нам предлагают обучить SGD Classifier. Ага. Что это такое? SGD Classifier позволяет выбрать функцию потерь, которую вы хотите использовать для решения задачи классификации, и в зависимости от функции потерь могут получаться разные методы. А что значит просто классифицировать по тегам? Ну, ладно. Разберемся позже. Значит, SGD Classifier в зависимости от лоса, от функции потерь, он будет строить разные задачи. То есть у него можно указать логистическую функцию потерь, и он будет решать задачу логистической регрессии при помощи стахотического градиентного спуска. Можно указать не помню, какой там лос используется, наверное, hinge loss. в этом случае он будет решать задачу svm. Можно указать вот hüber loss или modified hüber loss, и тогда он будет решать задачу с вот этой функцией потерь. Не знаю, есть ли у нее название у этой модели, но она в каком-то смысле напоминает svm, потому что там лос похожий на svm, только возведенный в квадрат, насколько я помню. вроде как эта модель никак не называется, но просто решаем похожую задачу, как было в логистической регрессии, но только с другой функцией потерь при помощи стахотического градиентного спуска. Здесь задаются разные параметры, там регуляризация l2, число итераций 5, ну и так далее. В общем, стандартная вещь. Обучается этот SGD классификатор с Modified Huber Loss и делаются предсказания. Так, если мы теперь посмотрим на то, как себя показал вот этот SGD классификатор с Modified Huber Loss, ну в питончике похуже. В C кажется и в C++ кажется получше, а нет, точно так же, ну примерно точно так же. Да, то есть в целом тут 0.81 средний, здесь 0.80, ну то есть где-то видимо получше, но где-то и похуже. Нет какого-то однозначного выигрыша в качестве. Возможно, нужно по каждому классу смотреть, и если мы хотим классифицировать какой-то отдельный класс, то возможно выигрыш в качестве есть, но так в общем и целом скорее нет. Соответственно, мы делаем вывод, что если мы выбираем между этим классификатором и логистической регрессии, то уместно попробовать оба, посмотреть, какой работает лучше на нашей конкретной задачи. Так, да, кстати, несмотря на то, что вот мы так говорим, это не всегда так работает, но то есть когда мы будем изучать градиентный бустинг, градиентный бустинг будет работать практически всегда лучше, чем какие-то прочие алгоритмы, то есть если у нас стоит задача что-то хорошо классифицировать, то, наверное, уместно использовать градиентный бустинг, он скорее всего практически точно даст лучший результат, чем, например, логистическая регрессия на более-менее масштабных данных. Но вот если говорить про сравнение SGD-классификатора с Modified Huber Loss и логистической регрессии, то тут однозначного победителя нет. Так, да, и нам говорят, что здесь получаются разные вероятности. при использовании вот этого классификатора и логистической регрессии. Ну, собственно, какую задачу решает классификатор после parsing HTML страниц, если у нас у каждой страницы есть тег. Мы предсказываем тег по тексту страницы. То есть мы текст переводим в BackofWords, затем взвешиваем его с весами TF IDF и эту выборку полученную используем для предсказания тега. Ну, то есть вот этих тегов. Вот. Да, значит, нам говорят, что здесь получаются разные наборы вероятностей. Наверное, вот это они выведены, да, ведь да. Значит, вот вероятности предсказанные с SGD классификатором, вот они для первого наблюдения. Вот вероятности предсказанные логистической регрессии для первого наблюдения. Хотя оба классификатора говорят, что это тег iPhone. вероятности получаются ну совсем-совсем разные. Здесь куча нулей и какие-то приятные числа, а здесь, ну хотя тут здесь по сути тоже нули, но не абсолютные, но не близкие. А что, еще раз? Ну, да, я хотел, конечно, здесь тоже куча нулей. Да, но не абсолютные, как там внизу. Да, и основная идея в том, что вероятности получаются различные, несмотря на то, что выход модели получается один и тот же. Но еще раз, выход зависит от порога, мы это обсуждали, поэтому нас интересует то, что вероятности получаются разные. И это может нас смущать в каком плане, что если мы хотим использовать эти вероятности в дальнейшем, как вероятности, не как ответы, а как вероятности, ну, например, использовать эти вероятности как признаки для обучения какой-то модели поверх нашей модели. Так делают, создают вот такие композиции моделей, обучают одну модель, и затем на выходах этой модели обучают другую модель. Это вполне себе хорошо работает в некоторых случаях, потому что мы таким образом избавляемся от, например, шума в данных. одна модель сможет его как-то через свои предсказания отделить, и вторая модель будет работать лучше. В таком случае, в таком пайплайне нам важны абсолютные значения вероятностей, ну, и, соответственно, вот эта разница, она нас может смущать. Поэтому хорошо бы понять, насколько хорошо предсказываются вероятности, да, то есть кто работает лучше, вот это предсказание вероятностей, или вот такое. Для этого используется метод, ну, я бы даже сказал методы калибровки вероятностей. Так, что здесь говорится? Да, здесь, когда мы говорим про калибровку вероятностей, используется такой подход. Значит, идея такая. Давайте мы разделим нашу выборку на бины, ну, то есть на группы, и по каждой группе посчитаем истинное оценку вероятности, то есть долю единичек, соответствующих данному классу, по истинным ответам и по предсказанным, ну, хотя нет, не по предсказанным, просто сравним с предсказанной вероятностью, то есть мы поделим y true на бины, на группы, по каждой группе найдем долю данного класса среди всех остальных, ну, среди наблюдений, попавших в бин, и сравним с предсказанной вероятностью для данной группы, и если классификатор работает хорошо, то эти вероятности должны быть, эти оценки вероятности должны быть близки друг другу, то есть по сути мы просто сравниваем много раз по каждой группе то, что предсказал, ту вероятность, которую предсказал классификатор, с, в каком-то смысле истинной долей наблюдений данного класса в этой группе, вот, дальше можно строить вот такие вот графики, которые отражают результат вот такого построения. Значит, идеально скалиброванный классификатор, то есть, который предсказывает ровно ту долю ответов каждого класса в каждом бине, имеет, естественно, вид вот такой, в виде просто прямой линии с наклоном один, но реальные классификаторы выдают вот нечто вот такое, то есть, не совсем соответствующие этой линии. Здесь, собственно, код это и делает, он просто делит на бины, бумс, и дальше считает, так, это сделано для классификации класса, тега iPhone, вот этот график построен для классификации тега iPhone. Собственно, здесь делятся на бины, и затем в каждом бине считается предсказанная вероятность, и считается истинная доля наблюдений этого класса в данном бине. Он просто сравнивается и строится на графике. Первым у нас строится логистическая регрессия, второй строится SGD, ну, то есть, вот синенький это логистическая регрессия, оранжевый это SGD, и мы видим, что оба классификатора не скалиброваны. Если бы они были скалиброваны, они должны были бы находиться близко к этой линии, вот там, скажем, колебаться, например, вокруг нее, а тут они чрезмерно перепредсказывают вероятность, да, получается, слишком быстро уходят выше этой линии, ну, хотя вот SGD он вообще непонятно, как работает, ну, хотя он тут тоже уходит выше этой линии. А по Y у нас что еще развеет? по Y на этом графике должна вообще строиться оценка, давайте посмотрим, по Y строится значит истинная доля, по X строится предсказанная оценка. очень странно между терапией. Да, я согласен, эти графики, они весьма странные, но их используют. Вот. Основная идея в том, что график должен быть близок к идеальной линии предсказания вероятностей. вот, но здесь они на глаз далеко друг от друга отдаляются, ну и по предсказаниям можно увидеть, что вот там, где мы должны предсказывать 0,5, предсказывается 1,0 у SGD и дальше везде 1,0. В логистической регрессии, ну примерно там уже происходит этот переворот. Вообще-то в UG регрессии сначала 0,0 потом резко 0,6, потом падение и потом, да. Да, вот, поэтому ну скалебровано неплоховастенько. То есть она сначала недопредсказывает, а то перепредсказывает. Да, получается, что так. ну естественно нас это не устраивает, потому что если мы хотим использовать эти выходы для чего-нибудь в дальнейшем, то нам нужно как-то бороться с этой проблемой и сделать эти линии поближе к истинной границе идеального классификатора. Для этого используются методы калибровки. Так, давайте посмотрим, что нам здесь предлагают сделать. Нам предлагают перейти к задаче кредитного скоринга и попробовать скалибровать классификатор на ней. Ну давайте сделаем это. Значит, это набор данных, который был в каком-то домашнем задании. Да, но здесь происходит стандартная вещь. Что мы делаем? Мы получается лейбл энкодером заменяем значение значение. Интересно. Ну хорошо, лейбл энкодером заменили значение. Почему лейбл энкодером, а не one-hot энкодером? Не знаю почему, но заменили лейбл энкодером. Ладно, допустим. Потом отбираем k признаков на основе f скором. Мы тоже это обсуждали, там строится регрессия, и по f скору отбираются k признаков наиболее информативных. Ну, грубо говоря, смотрится корреляция между признаками и кем и зависимой переменной. Только странно это делать так, потому что они не one-hot энкодит, но ладно. Ладно, так тоже иногда делают, хотя так делать нехорошо с точки зрения теории, потому что получается бессмыслица, но допустим. Вот получился результат в таком методе. Так. А. И дальше нам для калибровки предлагают использовать метод смоти. А дальше, наверное, сейчас я гляну, предлагают использовать еще калибровку платы и все прочее. Все такое. Вообще говоря, калибровать можно двумя способами. Первый способ, который мы рассмотрим вторым, это давайте мы оценим какую-нибудь вспомогательную модель. если полученные вероятности находятся далеко от идеальных долей, то мы как-нибудь при помощи вот этой дополнительной обученной модели скорректируем наши предсказанные вероятности. Мы посмотрим, как это можно сделать, там, используя калибровка плата и вторая со сложным названием, которое я никогда не выговариваю, но посмотрим там внизу. Идея в том, чтобы просто немножко подкорректировать выходы нашей модели, то есть вероятности подкорректировать и за счет этого приблизить к идеальной разделяющей поверхности, прямой. Идеально разделяющей прямой. Это первый способ. Второй способ пришел из задачи несбалансированной классификации. Задача несбалансированной классификации это когда один класс представлен намного меньше, чем второй. Если говорить на задаче бинарной классификации. Тоже обсуждали. Здесь при решении задач несбалансированной классификации нужно либо очень аккуратно подбирать модель, потому что классификатор всегда будет склонен в сторону более представленного класса, либо немножко изменять данные, изменять можно при помощи двух методов oversampling или undersampling. Oversampling это подразумевает генерацию новых объектов класса, который находится в меньшинстве. Давайте просто возьмем каким-то образом сгенерируем дополнительные объекты класса, которые находятся в меньшинстве. undersampling предлагает выкинуть часть объектов преобладающего класса, ну и за счет этого сравнять классы по величине. oversampling как вообще будет на основе средней или что? Вообще очень-очень много разных способов есть, и вот смоти это один из примеров oversampling объектов на его примере рассмотрим, но вообще очень-очень много разных вариантов как генерировать эти дополнительные наблюдения. Смоти вообще расшифровывается как synthetic minority oversampling technique, ну то есть oversampling и в общем синтетический oversampling объектов из минорного класса. В чем идея? Идея в следующем. Во-первых, давайте вот так вот, как работает алгоритм. Значит, мы берем, выбираем случайную точку из минорного класса, затем мы находим k ее соседей, из этих k соседей выбираем случайным образом ну какого-то соседа одного и затем генерируем случайную точку на прямой, ну или там на гиперплоскости, соединяющей вот эту случайную точку, которую мы выбрали, и ее выбранного случайного соседа. То есть получается линейная комбинация, новый объект является линейной комбинацией между случайно выбранной точкой минорного класса и ее случайно выбранным ближайшим соседом. Ну и так можно добавлять новые точки, пока нам не надоест, пока классы не будут достаточно одинаковы в плане количества наблюдений. Вот, то есть еще раз, идея в том, чтобы выбрать случайную точку, найти ее k соседей, выбрать случайного соседа, сгенерировать новую точку как линейную комбинацию между исходной точкой и соседом. Гиперпараметр у этого алгоритма соответственно всего один, это число соседей, которые мы рассматриваем. Вот, ну и таким образом мы можем добавить наблюдение в какой-то класс и надеяться, что наш классификатор станет более сбалансированным, то есть более откалиброванным. Ну, давайте посмотрим, как смоти работает здесь. Значит, он реализован в методе в классе смоти, который просто инициализируется следующим образом. Библиотека смоти variants. Интересно, я с ней не работал, потому что я всегда его писал вручную, но, видимо, он тут тоже есть, ну и хорошо. Так, и как он работает? Ну, мы видим, что он просто, вообще интересно. Так, он, наверное, не установлен, да. Интересно, как он работает. Давайте глянем документацию. Ух ты. Ага, ну ладно. Пока подождем, пока он скачивается, чтобы посмотреть, как он точно работает, и просто посмотрим на то, как он проработал в итоге, а потом вернемся к нему, к сути его работы. Что здесь получается? Мы на отсмотированную выборку, мы ее делим на трейн и тест, ну и запускаем стандартную логистическую регрессию. Так. Получаются вот такие результаты, только у нас почему-то у нас было вообще, было сравнение без смоти. Не было сравнения без смоти. Интересно. Ну давайте проведем его что ли. Так, я, наверное, ничего не импортировал нигде, или где-то что-то импортировал все-таки. Ой, тут еще клабовские смещения. Ладно, пока ожидаем. Пока посмотрим на результаты, которые получились здесь у нас. Значит, что мы делали? Значит, вот это результаты для логистической регрессии, обычной, обученной на смоте, и мы классифицируем, я так понимаю, да, дефолт против не дефолта. а здесь мы используем метод опорных векторов для решения этой же задачи. Ну и получаются вот такие метрики, ну примерно одно и то же. Так, и дальше мы используем метод опорных векторов с полиномиальным ядром. Здесь ядро было гауссово, здесь ядро полиномиальное, напомню, что никакой из них мы не рассматривали, мы рассматривали теоретический вывод только SVM с линейным ядром, но здесь используются гауссово и полиномиальное, вот, и видно, что SVM с полиномиальным ядром дает вроде как результат получше, чем все остальные. А, и тут еще есть KNN сравнение, и KNN вообще молодец, и дает, кажется, ну, ну нет, все-таки SVM с полиномиальным ядром дает лучше, чем KNN, только исходя по этим метрикам. Так, давайте посмотрим, загрузился ли у нас на смоте. Нет, все еще не загрузился, ладно, ждем пока он загрузится. И здесь, собственно, в эскалерне реализовано построение вот этого вот этого графика, который там строился сверху в Calibration Curve, в модуле Calibration Curve. Ух ты, так, что там произошло? И можно наблюдать, что у нас классификаторы, ну, более хорошо сбалансированы, ой, какой ужас, чем это было в задаче, которую мы смотрели до этого. Да, здесь себя плохо ведет только SVM с полиномиальным ядром, несмотря на то, что он дает лучшее результаты по метрикам, сырые выходы вероятностей у него скалиброваны хуже всего. Лучше всего скалиброван, ну, наверное, КНН, наверное, КНН, наверное, SVM с гауссовским ядром. Да, в принципе, они все, все прочие, кроме SVM с полиномиальным ядром скалиброваны неплохо, достаточно близко лежат к истинной линии. А вот SVM с полиномиальным ядром скалиброван плохо, его ему калибровка не помогла. Так, загрузился ли у нас на смоте? Да, загрузился, давайте посмотрим, как он работает. Модуль. Так. Как интересно. Значит, у нас указывается разница между большим и маленьким классом. У нас указывается число соседей, про которое я говорил, ну и все остальное это нам не важно. Ага. Здесь, получается, он запускается стандартными параметрами в 5 соседей. Если мы теперь его здесь аккуратно прогоним, то, что у нас получится. мы видим, что у нас несбалансированные классы в этой задаче. Одного почти в два раза больше, больше, чем в два раза больше, чем другого. и после смоти. Наверное, нампайерский массив возвращается, поэтому не умеет это делать. Так, и после смоти. У нас получаются классы сбалансированные. Нолики и единички. Поэтому вроде как различия в выборке не должны влиять, различия в балансе классов не должны оказывать влияние в этой новой задаче на калибровку классификаторов. Но, тем не менее, то есть теперь проблема только в самой модели. И теперь мы хотим скалибровать саму модель. Раз данные нам больше не мешают, мы хотим покалибровать модель. Чтобы калибровать модель, используется второй способ, о котором я говорил. Давайте мы немножко возьмем и подкорректируем вероятности, которые выдаются нашей моделью при помощи какой-то дополнительной модели, ну и сделаем их поближе к истинной прямой. Используется, есть там много методов для калибровки. Популярные это калибровка плата и вот, изотоническая калибровка. Изотоническая калибровка плата. В чем идея? Ну вот, в изотонической калибровке обучается вот такая непараметрическая регрессия, в калибровке плата обучается параметрическая по сути логистическая регрессия, ну то есть вот такая вот сигмоида. И дальше смотрится, получается, значит, вот мы обучаем эти дополнительные модели, давайте посмотрим, мы обучаем их на выходах, да, и на целевых значениях, да. Калибровка платы используется для SVM, ну то есть она выведена, так как она параметрическая, то она была выведена конкретно для работы в SVM, и не факт, что она будет работать хорошо на других моделях, но мы ее как раз вроде применим к SVM с полиномиальным ядром, который у нас там плохо себя ведет. Вот, значит, обучаются вот эти модели, и дальше сравниваются выходы этих обученных моделей, вот этой и вот этой, с предсказанной вероятностью. Если предсказанная вероятность лежит от истинной прямой дальше, чем выход этой модели, то там дальше в разных вариациях по-разному стандартный способ заменить выход нашей модели на выход, предсказанной вот этой моделью. Таким образом, скорректировать наше значение вероятности таким образом, чтобы оно ближе лежало к вот этой разделяющей прямой. Идея в этом. Просто обучаем дополнительную модель, и если ее выход находится к прямой ближе, чем предсказанной нами, ну, подкорректируем и заменим выход нашей модели на выход вот этой дополнительной модели. Если мы теперь это проведем и обучим скалиброванный классификатор, который реализован в Escaler как Calibrated Classifier, который обучается еще и на кросс-валидации, значит, вот здесь есть и тетанический классификатор, и сигмоидальный, сигмоидальный — это калибровка плата. Здесь представлены результаты без калибровки, здесь представлены результаты с калибровкой. Так, ну что можно заметить? Что по метрикам вроде как стало все похуже. Да, по метрикам стало все похуже. Ну и по графику тоже стало все похуже. Ну, бывает, собственно, бывает. Ну, хотя нет, по графику стало получше, да? По метрикам стало похуже, но по графику стало получше, потому что SVM без калибровки вел себя вот так, то есть совсем неправильно, а скалиброванные классификаторы ведут себя, ну, уже более прилично, они лежат поближе к нашей истинной прямой, поэтому в данном случае калибровка помогла. Несмотря на то, что метрики стали похуже, если наша цель не вот в этих промежуточных метриках, а в том, чтобы использовать вероятности для дальнейших предсказаний какой-нибудь другой модели, то вполне себе калибровка успешно с этим справляется. Так, на этом с калибровкой все. Есть ли какие-нибудь по ней вопросы? Хорошо. Ну и дальше нам предлагается посмотреть на Kaggle. Давайте мы это сделаем. Здесь есть скриншоты про то, как работать с Kaggle, но мы это сделаем в реальном времени, так кажется, интереснее. Значит, что такое Kaggle? Kaggle – это сайт, на котором выкладываются соревнования по машинному обучению, и в них вы можете участвовать и, соответственно, соревноваться с людьми по всему миру. Многие соревнования являются коммерческими в том плане, что они спонсируются какой-то организацией, и за них есть вполне себе неплохие призовые фонды. Ну вот здесь можно посмотреть. Давайте посмотрим какое-нибудь соревнование. Ну вот самое первое. Значит, давайте посмотрим. Здесь в этом соревновании предлагается посмотреть… Ой, здесь очень много всего написано. Давайте лучше на данные посмотрим и по ним попытаемся понять. Упс, не туда. Что здесь у нас такое в этих данных? Значит… Ага, ну, видимо, здесь вот в этом конкретном соревновании оно основано на текстах, и нам нужно по названию публикации, по названию набора данных, предсказать что-то. Не знаю, что. Какое-то неудачное соревнование. В общем, давайте возьмем какое-нибудь полегче в плане интерпретации, потому что здесь нужно читать очень много текста, чтобы понять путь этого соревнования. Неудобно. Давайте выберем какое-нибудь другое соревнование и посмотрим, что там есть. Ну вот, например, почему бы и нет. В этом соревновании нам нужно определить, одинаковые ли два продукта, если даны их картинки. Так, давайте посмотрим на данные, которые здесь есть. Данные – это, собственно, просто картинки, которые, видимо, нужно подгружать куда-то отдельно. Ну, то есть даны картинки, нужно определить, нужно обучить нашу модель так, чтобы понимать, одинаковые ли продукты изображены на картинке, или разные продукты изображены на картинке. Ну и там много-много разных примеров соревнований, там даже точное количество не знаю, совершенно разных. Регрессия, классификация, связанные с картинками, видео, текстами, звуком, обычными наборами данных и так далее, и так далее. Очень-очень много разных на любой вкус. Соревнования постоянно появляются новые. Если вы зарегистрируетесь на Кегле, и подпишетесь на рассылку, то вам периодично, довольно часто будут приходить сообщения о том, что вот новое соревнование на такую-то тему. Соответственно, можно в них участвовать и соревноваться с другими людьми. Давайте посмотрим, когда мы заходим на страницу соревнования. Я думаю, что домашнее задание будет как раз в виде in-class соревнования Кегл, то есть только среди нас. Когда мы заходим на страницу соревнования, что мы видим? Перед нами открывается вот такая плашка с общей информацией по соревнованию. Здесь можно прочитать про организаторы соревнования, ну и в общем и целом общую информацию про соревнования. Во вкладке Data можно посмотреть на данные. Здесь обычно выдается тестовый набор данных, тренировочный набор данных, ну и какие-то дополнительные файлы, если они нужны. При этом по клику на файл с набором данных Кегл нам любезно предоставляет ну вот превью этого набора данных. Если бы здесь были числовые характеристики какой-нибудь колонки, то были бы еще там гистограммы, ну то есть какие-то дополнительные графики, которые позволяют поближе познакомиться с данными. Там можно смотреть в разных представлениях. Да, он автоматически, если это возможно, пишет количество пропущенных значений. В общем, очень-очень удобно. Ну, понятное дело, что данные здесь можно скачать, если вы зарегистрируетесь. Вот это очень важно. Чтобы получить доступ к скачиванию, насколько я помню, нужно обязательно зарегистрироваться и зайти под зарегистрированным профилем. И тогда вы можете принимать условия соревнования, ну и просто скачивать данные. Дальше вкладки Code и Discussion весьма полезны. Здесь такие же участники соревнования могут делиться какими-то инсайтами, интересными вещами, интересными реализациями, или какими-то интересными результатами, которые они нашли, также решая эти соревнования. Ну вот, например, давайте зайдем в эту тетрадку. Во вкладке Code выкладывают в тетрадке с кодом, во вкладке Discussions выкладывают за просто общие рассуждения. Ну вот, здесь какой-нибудь, какой-то добрый человек выложил тетрадку с какой-то преобработкой данных. Там вот можно все это посмотреть, изучить, посмотреть, как это делали другие люди. тут очень много всего. Интересно, интересно. Так, интересно, какой метод он использует. Значит, он делает TFA-NTF, потом делает PCA на нем. А моделька где сама? А, ну, моделька это нейроночка. Ну да. Ну и прогоняет какую-то нейронку на ней. Видимо, да. Да, прогоняет какую-то нейронку, ну и получает какие-то предсказания. И вот здесь представлен код, как он получил эти предсказания и какой скор он получил. Понятное дело, что здесь все люди, которые делятся кодом, это энтузиасты и команды, которые нацелены на то, чтобы победить в данном соревновании, не будут выкладывать код своего победного алгоритма, но какие-то люди могут выложить, ну там, не знаю, части кода, которые могут быть вам полезны, поэтому вкладку с кодом смотреть весьма и весьма полезно. А я не знаю, что означают кружочки вокруг аватарки. Наверное, активность. Ну там Грэдмастер, к примеру, если его полный кружок и так уровни отличаются. Там есть Новис, да, вот этот. И они так, кто больше вклада вносит, кто повышается этот уровень. Вот, да. В дискашн, соответственно, просто форум, общие вопросы. Там вот можно на них отвечать, комментировать и так далее, и так далее. Самая интересная, наверное, вкладка – это Leaderboard, где отмечаются собственно результаты соревнования. Здесь нужно внимательно прочитать вот эти два предложения, что текущий Leaderboard, который виден нам, он рассчитан на основе 40% тестовых данных, а финальные результаты будут рассчитаны на основании других 60% результатов. То есть это так называемый, есть два Leaderboard, так называемый публичный Leaderboard и приватный Leaderboard. Публичный Leaderboard – это тот, который отображается здесь, и мы наглядно можем видеть, как наша модель показывает себя относительно других людей. Но финальные результаты будут рассчитаны по наблюдениям, которые не отображаются в данном Leaderboard, то есть будет составлен приватный Leaderboard по вот этим 60%, которые не используются в этом Leaderboard. Поэтому результаты могут частично поменяться. Ну и на самом деле это может играть значение, иметь значение, то есть даже если здесь вы, например, номер один, то на приватном Leaderboard вы можете не быть номер один, а там стать, например, номер два или номер три, потому что данные могут различаться вот в этих 40% и в этих 60%. Как они выбирают, это, конечно, скрыто. И такая система оценки в какой-то степени достаточно честная, потому что цель построить стабильно работающую модель, и если вы уверены в своей стабильной работающей модели, то она одинаково хорошо, ну примерно одинаково хорошо должна показывать себя и на этих 40%, и на этих 60%. Если же она хорошо работает только на этих 40%, ну, наверное, что-то с ней не так, и поэтому вот этот приватный Leaderboard это отобразит. Ну, дальше здесь можно там посмотреть, какие награды даются людям, которые участвуют в соревновании. Вот первые три человека претендуют на денежный приз, дальше отдаются золотые кегловские медальки, серебряные и бронзовые. Вот. Да. Да, приватный Leaderboard становится доступным только после того, как закончится соревнование, ну, по понятным причинам. Он скрыт во время проведения соревнования, и мы можем видеть только публичный Leaderboard. Так, ну, на вкладке Rules просто отдельно написаны все правила, подробно-подробно прописаны все правила соревнования. Естественно, можно участвовать в командах. Я не встречал на самом деле ни одного соревнования, где нельзя было бы формировать команды, но на самом деле команды зачастую забирают денежные призы, просто потому, что у них больше физических и моральных и умственных средств для решения данной проблемы. Но вот здесь сказано, что максимальный размер команды 5 человек, ну, это варьируется от соревнования к соревнованию. В данном соревновании можно сделать всего лишь 5 загрузок в день, то есть есть ограничения по загрузкам, что в каком-то смысле правильно, это стимулирует вас с одной стороны быть уверенными в той модели, в которую вы загружаете, с другой стороны не слишком сильно перенапрягает сервера Kaggle. В каких-то соревнованиях ограничения по 10 загрузок в день тоже зависит от соревнования. Ну и дальше мы можем выбрать какое-то число вот наших загруженных предсказаний, которые будут использоваться для финальной оценки. Здесь выбирается два. Ну и соответственно по вот этим двум будет рассчитаны те 60% и будет выдан лучший финальный счет. Ну дальше здесь прописана информация о призах и лицензии. Так, ну и тут дальше управление командой. Ну и теперь самое важное для нас это как собственно загружать предсказания. Первым делом нужно внимательно прочитать в каком формате предсказания должны быть. Обычно это написано либо в rules, либо в overview, либо в data. Давайте посмотрим в rules. Нет, в rules это не прописано. Давайте в data посмотрим. Вот. Значит, нам нужно в качестве предсказаний загрузить файл, который будет по такому же формату как sample submission. Что он должен содержать? Это должен быть CSV файл с двумя колонками. В первой колонке должны быть ID, во втором колонке должны быть какие-то наши предсказания. Если мы сейчас внимательно на него посмотрим, да, вот здесь он сразу открывается. Вот так должен выглядеть наш файл с предсказаниями. То есть колонка для ID, колонка для предсказаний. В таком формате файл загружается просто по кнопке submit predictions. Так, давайте, чтобы не мучиться с этим соревнованием, перейдем на соревнование, которое идет всегда, а именно на соревнование предсказания Титаника. Мы нажимаем на кнопку submit predictions и дальше просто стандартным образом загружаем сюда файл с предсказаниями. Ну и можно написать какой-нибудь комментарий по предсказаниям. Я на самом деле советую всегда писать комментарии, потому что когда вы загружаете, когда вы упорно работаете над соревнованием, и там например каждый день в течение недели делаете по 5 загрузок, или там даже по 10 загрузок, вроде в Титаники можно по 10 загрузок, да, в Титаники можно 10 загрузок, каждые 12, 13 часов, в них очень легко потеряться, поэтому я советую писать комментарии к вашим загрузкам, чтобы потом было их легко найти. Вот, ну и все, когда вы сделаете загрузку, у вас здесь возникнет такая плашка, в которой тут был скриншот где-то внизу, вот такая плашка, и здесь будет указан ваш финальный счет, который пойдет в лидер-борд, и соответственно вы потом отобразитесь в лидер-борде вот с этим счетом. Ну и дальше, если вы загрузите какую-то новую версию вашего предсказаний, и у вас счет будет выше, то в лидер-борд пойдет счет повыше. Вот он там обновится. Ну как-то вот так получается. Да, понятное дело, что если мы говорим про Титаник, который везде открытый, скорее создан для того, чтобы просто попректиковаться в работе с Кеглом, да, очень советую попробовать, например, взять те предсказания на Титанике, которые мы делали при помощи какой-то модели на прошлых семинарах, попробовать просто сюда загрузить, чтобы посмотреть, что получается. то есть отформатировать предсказания в нужном формате, вот как здесь, например, то есть для Титаника это просто ID пассажира и выжил-не выжил, 0 к 1. Сделать такой файл, загрузить его и просто посмотреть там, на каком месте в лидерборде вы будете. ну и можно, например, потом почитать в Code или в Discussions истории людей, которые добились единички на этом наборе данных за одну загрузку. Вот, потренироваться, чтобы потом быть в этом успешными. Есть, а, и последнее, да, что здесь важно сказать, что в чем еще хорош Kaggle. Помимо соревнований, Kaggle предоставляет огромное количество наборов данных. Мы со многими из них уже работали, ну вот тот же Titanic, понятное дело, там есть Тирисы, там есть набор данных по Вину, который мы тоже когда-то смотрели, ну и много-много разных других. И вы просто можете вбить название набора данных или просто задачи, которые вы хотите решить, например, Classification Docs. И отметить, что мы хотим искать наборы данных, например, маленькие или среднего размера. И здесь будет огромное количество наборов данных, которые вы можете выбрать, ну и для какого-то примера, для тестирования своей модели. Вот, этим Kaggle тоже очень полезен, и этой функцией я очень советую пользоваться, если вы хотите посмотреть, как работает ваша модель. Просто заходите на Kaggle, выбираете нужный вам датасет, ну и экспериментируете с ним. Весьма полезно. Есть ли какие-нибудь вопросы по тому, как работать с соревнованиями? А у нас в этом соревновании будет домашнее задание? Да, насколько я знаю, мы планируем дать домашнее задание в качестве in-class соревнования на Kaggle. Ну, кстати, сейчас, как это будет выглядеть, я, наверное, попробую показать, потому что когда я учился, у меня тоже было такое соревнование. Ох, где это можно посмотреть? То есть вам придет ссылка, да, вам придет ссылка на соревнование, вы просто регистрируетесь, подключаетесь к этому соревнованию in-class. Выглядит это примерно вот так. Ваше соревнование. Оно будет отмечено как in-class prediction competition, то есть только среди зарегистрированных участников, вот, а дальше все ровно то же самое. Вы заходите и, соответственно, можно загружать данные, смотреть leaderboard и так далее. вообще говоря, это очень интересно всегда участвовать в соревнованиях на кегле, но с другой стороны это очень готовься к тому, что это немножко морально разбивает, потому что появляется некоторый азарт в плане того, что давайте побьем скор на 0.1 и из-за этого можно сидеть часами оптимизировать модель и на это уходит достаточно много времени, вот, так что будьте морально готовы к этому, что, возможно, вас затянет участие в соревнованиях в кегле. Так, ну, собственно, тогда на сегодня все, если есть какие-то общие вопросы, давайте. Хорошо. Еще раз? Вроде было, до свидания. Хорошо, хорошо. Тогда все, готовьте вопросы к консультации, ну, к продленному семинару, можно сказать, на следующую неделю, я буду до четырех часа дня, можем обсудить все, что вас интересует по анализу данных, там, может, какие-нибудь задачки даже вручную порешать, в общем, посмотрим. Приносите все, в чем есть вопросы, что непонятно, разберем, потому что времени достаточно много будет. Все, вам спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok